В число лауреатов национальной премии в области предпринимательской деятельности попали только те отечественные компании, которые уверенно демонстрируют приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Их роль в решении национальных задач подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к участникам съезда. Гарантировать успех развития на годы вперед сможет только тот бизнес, который заботится о своих сотрудниках, о трудовых коллективах. Помогает им повышать профессионализм, платит достойную заработную плату, обеспечивает социальный пакет. Потому что понимает, от этого зависит благополучие граждан, их семей, детей, будущей страны, а для конкретных предприятий отдача. Отдача и, в так называемый, в конце концов, экономический выхлоп положительный. Ответственность бизнеса, его стратегический взгляд состоит и в работе на общественное благо, когда корпоративная политика включает проекты в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, благотворительности. Программы экологического благополучия городов и сел, регионов и территорий также являются одними из приоритетных. Компания Фосагра, флагман отечественной индустрии минеральных удобрений, победила в большинстве номинаций и стала обладателем высшей награды национальной премии по итогам 2023 года. Для нас действительно огромная честь получить такую высокую награду и высокая оценка всего, что мы делаем, результатов компании, труда наших коллективов. Показывает, что мы находимся действительно на правильном пути. И каждый год у нас отмечается годом новых производственных рекордов, увеличением объема производства. Этот год не исключение, это более 11,5 миллионов тонн минеральных удобрений. И рекордный для нас год по инвестициям, это 73 миллиарда рублей в этом году будет вложено в производство, что на 14% больше, чем в прошлом году. И, конечно, все такие результаты позволяют нам сделать приоритетным социальную политику. То, что сегодня мы проводим церемонию награждения лауреата в премии лидера ответственного бизнеса, это не только выполнение поручения президента, но и демонстрация того, что даже в сложных условиях российские компании – это социально ответственные компании. И те выдающиеся производственные результаты, они одновременно сопровождаются и программами в области экологии, территории присутствия, здоровья работающего населения, членов их семей, безопасностью труда. И мне кажется, что это символ времени, когда рука об руку идет экономическая устойчивость и социальное благополучие. Победу в большинстве номинаций национальной премии лидера ответственного бизнеса компании «ФосАгро» принесли социальные проекты «Детям России. Образование, здоровье и духовность. ДРОСТ. Наши любимые города» и корпоративная образовательная программа, объединяющая школы, колледжи, вузы и центры дополнительного образования.